Прилежные трудящиеся теневого рынка фермерских продуктов не знают выходных. Тем, кому сейчас 65+, выход на законную пенсию был надежно заказан в 1932-го. В 55 лет для женщин, в 60 для мужчин. Но статус пенсионера, гарантом финансовой безопасности в России, никогда не был. Натурпродукт, как основа стабильного бюджета. Вот это по-нашему. Чтобы хоть как-то прожить, хоть просто, как говорится, заработать себе на похороны хотя бы. У меня пенсия 8,480. Я вообще не знаю, как выживать на такой пенсии. 500 рублей к победе дадут 9-го и только их, и радуйся. У меня пенсия вообще 8,200. У меня полпенсии за квартплату учитывают. Ну как вы думаете, на 4 тысячи можно прожить в месяц? Прожиточный минимум пенсионера в Омской области 8,480 рублей. Средний размер пенсии менее 13,5 тысяч. Если появилось желание рассчитать пенсию для тех, кто помоложе, применяем формулы. Количество накопленных пенсионных баллов умножаем на стоимость пенсионного коэффициента. К полученной страховой части остается прибавить фиксированную выплату. Таким образом, если человек увидел, что у него на лицовом счету уже сегодня 100 баллов, то по стоимости текущего года размер страховой пенсии составит 8,149 рублей. И плюс фиксированная выплата в сегодняшнем размере 4,982. И итоговый размер предполагаемой пенсии до 13,130 рублей. Чтобы заработать 100 баллов и 13,000 рублей пенсии, Амичуса средний для региона зарплаты в 20,000 предстоит трудиться не менее 40 лет. В ценах 2018 года 12,000 рублей у пенсионерки Надежды Плесовских улетают на квартплату, лекарства и питание. Ради этой жизни работала швеей 40 лет. Заработав на жилье еще в советские годы, в Новой России внешнеблагополучная пенсионерка столкнулась с тем, что обувь и одежда – предметы роскоши. Мне одно обидно. Вот сейчас молодая дочка у меня в таком же возрасте. Вот она как продавцом работает. Вот хозяйка, на хозяйку, значит, она работает. И вот хозяйка эта не оформляет людей. Я ей говорю, а как вы на пенсию пойдете? Вот как? На пенсию не пойдут до 65. Инициатива правительства поднять пенсионный возраст для мужчин на 5 лет, для женщин на 8 вызвал критику экономистов. С каждым годом количество человек, попавших под пенсионную отсрочку, будет расти в среднем на 800 тысяч. Скептики реформы считают, все более пожилые люди начнут называться трудоспособными. В то время как найти работу будет все сложнее. В Омске, по информации аналитической службы Headhunter, более 20 тысяч соискателей в возрасте старше 50 лет. Производство, строительство недвижимости, бухгалтерия – это именно те сферы, где соискатели, более опытных, назовем это так, более охотно готовы у себя видеть. Соискатели старшего возраста в Омске чаще всего ищут себя в транспортной, строительной, логистической сферах. Но находят не всегда. Новый путь для тех, кому за 50, прокладывают в Екатеринбурге. Молодые люди на рекламных баннерах бизнес-форумов – досадный стереотип. Превратить идею в бизнес и обвести время вокруг пальца не поздно не то, что в 50, в 60 лет, доказывают авторы проекта «Стартап 50 плюс». За молодежью, конечно, не угнаться, но они и не бегут. Спокойно шагают в ногу со временем. Бизнес-сопровождение для тех, кто после 50 решается бороться с трудовой дискриминацией. Дело, как говорится, молодое. С одной стороны, есть спрос, а с другой стороны, мы формируем его, понимаете. Мы вдруг людям говорим, можно, позволено, мы разрешаем, понимаете, как будто бы взрослый человек ждет какого-то разрешения. Вот это поразительная вещь совершенно. Вот в апреле 2018 года сейчас мы проводили, когда фестиваль, самая взрослая участница, ей было 79 лет. Индивидуальный предприниматель вечно молод. Их в пенсионеры и вовсе, кажется, не возьмут. Расчеты с использованием пенсионного калькулятора не оставляют надежды. Если в течение 12 лет в среднем зарабатывать до миллиона рублей, размер страховой пенсии едва превысит 8 тысяч. И, вероятно, будет меньше, чем у наемных работников того же ИП. Остается заняться пенсионной стратегией как можно раньше. Я прям все сильнее и сильнее начинаю убеждаться в том, что нужно переходить на эту систему европейскую, когда они непосредственно, по моему, обязательно вот эти вот платежи 50 тысяч в год можно отчислять самостоятельно. Вот в эти вот программы, куда ты отчисляешь, отчисляешь постоянно, да, и у тебя еще идет там страхование дополнительное какое-то. Ну, то есть ты полностью сам себе прозрачно строишь систему, грубо говоря, пенсионных отчислений. К пенсионной реформе не подготовлен никто, ни работодатели, ни государство, ни сами работники, независимо от возраста. При этом, даже если государство пойдет на уступки и пенсионный возраст увеличится лишь на пару лет, пенсию не на словах, а в денежном выражении еще придется заслужить. Главное теперь действовать на опережение.